Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани мяча». За прошедшую неделю состоялись матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, где принимали участие наши российские команды. Ну и, естественно, 19-й тур Чемпионата России. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Кириллом Узалевским, Евгением Воронином и Константином Щербиненко. Основной состав программы, что называется, в полном составе. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну что, я думаю, что весь футбольный мир последние несколько дней обсуждал один из самых интереснейших и, не знаю, увлекательных матчей под названием «Барселона-ПСЖ». Давайте признаемся друг другу, верил ли кто-нибудь, что «Барселона» после того, как проиграла со счетом 4-0 в Париже, сможет победить «ПСЖ». Да, что у нас там был один-один, пока смотрим на вас. Может, кто-то... Вот видите, да. Там был разговор про судебство. Да, фанат «ПСЖ» сегодня у нас эфирит, поэтому и матч получился ничейно, но мы-то знаем, любители спорта, что «Барселона» победила. Друзья мои, верили ли мы в «Чудо Барселоны»? Кирилл? Нет, ну как такого можно? Мне что-то помнят, что кто-то отыграл там с 3-0, но такого не бывает. Такого вообще никогда не было в Лиге Чемпионов, что после 4-0 отыгрывалось... Единственное, кто верил, Олег, мне кажется, это известный комедиант... Спасибо, что ты тоже верил. Я тоже верил. Гарик Мартиросян, который истинный фанат «Барселоны». Ну, как бы, да, вот. Я тогда тоже верил. Я такой же честный, как Гарик. Вот видите, я говорил, да, после матча можно сказать. Честно сказать, когда вот 3-1 стал счет, я, честно, не думал. Что «Барселона» за 15 минут осталось. Самое интересное, что вроде как за 6 минут «Барселона» забила 3 мяча. Да, с 88 минут начиная, вот, грубо говоря. Стало 3-1, и тут на сцене появился кто? Судья. Ну что, судья, и что он сделал? Ну, извините, давайте честно говорить. Из 6 забитых мячей, 2 забиты с пенальти. Довольно сомнительных пенальти, да. Довольно сомнительных пенальти, да. Довольно сомнительных пенальти, да. Ну все? Ну и что, все? А 4 мяча они так просто забили, да? Ну и что, и вышли бы? Ну как, ничего себе. Ну, забили бы 4 и не вышли бы. Ну все, дальше что? Мы бы сейчас не говорили бы об этом. Когда назначались пенальти? На 88-й минуте? Нет, ну почему? А почему ПСЖ не играл так, как играл у себя? Да. Да. Вопрос? Вопрос ко мне? Нет, нет. Ты судье вопрос задаешь. Я не пьер. Потому что, наверное, Север не играл. Почему сразу Де Марию не выпустили? Потому что он был нападающим. Потому что Де Марию был нападающим. Потому что Де Марию был нападающим. Защитный момент 1-1 уходил. Они решили сыграть в менее атакующий футбол, за что и поплатились. Кстати, а на Север Де Марию, Женя, вот ключевой момент был, когда пришли как раз такие 3-1. Да, когда Де Марию и буквально в следующей атаке Неймар зарабатывают нужный пенальти и дальше голы посыпались. А нужный штрафной какой он исполнил? Смотрите, просто шедевры. Скажите мне, Барселона была настолько хороша или пассажири реально по каким-то немыслимым причинам просто взяли и почему-то перестали играть в футбол? Скорее всего, первое, Барселона как-то в себя поверила. Даже вот при счете 3-0 у меня почему-то не было сомнений, что Барселона еще один забьет. Я думал, что будет счет 4-0 и дальше все в овертаймах будет происходить. Но, дополнительное время, да. Но тут на поле вышел момент Кавани 3-1. Если мы опять же к этому возвращаемся. Ты заметил, что при счете 3-1 ты слышал, что стадион примолк? То есть зрители уже не верили. Ну они не уходили, самое главное. Не все, но немного уходили. А некоторые делали ставки. Да, а некоторые делали ставки. Онлайн. Стадион замолчал, все равно не поверил. То есть зрители не верили. А потом в конце, конечно, когда они забили, там безумство началось. То есть они там начали брататься. Это уже, так сказать, постфутбол. А по поводу самого матча, безусловно, судейство было неоднозначным. Но если говорить о том, Барселон так прибавил или ПСЖ, я думаю, обе команды. ПСЖ своей трусливой тактикой просто поражение заслужил. И заслужил не выход. Поэтому, несмотря на связи с ошибками, мне кажется, высшая футбольная справедливость, а именно атакующий футбол, он победил. ПСЖ 15 минут в этом матче выдал свою игру, которая играла. Создал три момента. Ребята, играйте так. Мы еще поговорим о судействе и по тому, как это происходило в российском. В российском. Далки дал на матч «Краснодар-Спартак». Когда сбили игрока Краснодара, тоже непонятно было, четкий пенальти, не четкий пенальти. Ну, судья назначил, правильно? Краснодар отыгрался. Так и здесь. Здесь тоже самое. С какой стороны посмотреть? Было, не было касаний. Женя, мне нужен чистый футбол. Подожди, ты пришел. Чистый футбол? Да, мне надо. Сиди у телевизора. Тогда тебе надо в приставку играть. Ты смотришь, подожди. Ты играешь, да? Ты смотришь футбол. Если человек падает настолько красиво, театрально, вот не дадут театрально соврать, как это было красиво, как красиво человек упал. Ты же смотришь английский футбол. Ты видел, чтобы там падали? Ты видел, если человек нырнул, как реагирует публика. Они освистывают его. Ты вспомни Роналду в Манчестере, когда первый раз. Он пришел из португальского чемпионата, где все падают поголовно, там и испанский, итальянский чемпионат, и португальский. Там такие клоуны играют. И вот он начал падать, и освистали свои же, свои зрители, свои освистали, фанаты. Вот у нас так не играют, парень. Вставай. Вставай. Да, согласен. И вот, поэтому английский футбол интересный. И перестали. Английских судей, даже не наши судей. Потому что в матче с тем же «Зенитом», когда играл ЦСКА, да? Сколько судейский, игру судья посадил на свисток. Всю игру. Согласен. Команды. Две соманды. Что остановит? Что остановит? Неприятно было смотреть. Согласен. К нашему разговору. Может быть, мы действительно узнаем истину, которая приведет нас к правильным мыслям. Давайте скажем действительно большое спасибо и Барселоне, и ПСЖ за этот великолепный матч, который не оставил равнодушным, я думаю, ни одного болельщика футбола. Ну, давайте переходим уже к Лиге Европы. Одна восьмая финала, где два наших клуба встречались с командами Сельта испанская и Ростов играл дома с Манчестером Юнайтеда и с великим, могучим и ужасным Жозе Мауриньо. Друзья мои, Краснодар, наверное, не заслужил, может быть, поражения. Ничья 1-1 была бы более логичным результатом и пропущенный мяч на последней минуте. И, тем не менее, можно признать эти два результата положительными? Можно. Безусловно. Безусловно. Два результата положительных. И вот я хотел сказать, что ошибка на последней минуте, но это случайность можно даже назвать. То есть не было бы этой ошибки. Я бы не сказал случайность. 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 И Барселона. Удар. Ну да, да. Успокойся уже. Ты сказал уже мирить. Так получилось, да. Дай-ки товарищам сказать. Не, ну по игре, действительно, Олег, я согласен, счет 1-1. То есть и Краснодар не заслужил, и Сельта не заслужил победы. Вот. А по второму матчу, конечно, да. Интерес был огромный. И билеты были баснословных денег там стоили в Ростове. Ну не только в Ростове там приезжали. Ну там за один день продали все билеты. За три часа, говорят даже. Вот. И пусть поле было не лучшего качества. Там Мурини. Ну и не хочешь. Прям Мурини так уровень говорят. Прям думал, сейчас увижу какой-нибудь чернозем. Нормальное поле. Нормальное пусть играет. Как сказал тренер дубля Ростова-Гамула, Манчестер на асфальте должен обыгрывать. Ну и такие мастера в команде. Так что на поле пенять не надо. Гамул-то значит. И мы получили действительно удовольствие от игры. Ну хотя были моменты, более влияло, конечно, на технику игроков Ростова и игроков Манчестера. Но все равно до самого последнего момента мы верили в Ростов. Пускай неизвестно, как они сыграют в Манчестере. Друзья мои, мне кажется... Они сильно мужики. Они повесили баннер. Мужики. Согласен. Давайте основную мысль, как мне кажется, проследим в обсуждениях. Что ни та, ни другая команда не сдались, как говорится. Играли до последнего. И учитывая, что Ростов, ну что говорить против Манчестера. Играть это пускай и дома. Пускай и при своих болельщиках и заполненных трибунах. При поддержке. Но все-таки не будем звать, что это Манчестер. Два года назад матч Ростов-Манчестер. Ростов сыграл в ничью. И мы говорим, ну как-то что-то... Хороший результат. Хороший или нет? Два года назад мы бы что говорили про Ростов? Мы бы Ростов носили на руках. Да. А теперь мы рассуждаем. Если выйдет Ковачев, если вышел Гацкан, какой будет исход в противостоянии? Команды просто аплодисменты. Ростов просто аплодисменты от всех болельщиков России, я думаю. Подметить прием какой был. Какая пресса была до игры, особенно английская. Про наших болельщиков, про Ростов. А тут нечего крыть. Понимаешь, там и встретили хорошо. И напоили, накормили. Да, напоили, накормили. Одеял не укутали. Не знаю, как встретят ростовских болельщиков. А это будет около ста, говорят, в Манчестере. Ну, нормально, как-то. Константин, подключайся. В чем, на твой взгляд, ты в цветах Ростова, в чем, на твой взгляд, феномен или феномен Ростова? Ну, если мы говорим про руководителя, то, конечно же, кандидатура Берды его напрашивается. Но сейчас, мне кажется, больше кажется, что сплоченность коллектива. Ребята играют даже больше не за деньги, как это мы видели по интервью капитана команды, вице-капитана, да, там, на БО. Феномен в том, что коллектив на каждую игру выходит, как на последнюю. И из-за этого мы и полюбили в последнее время эту команду, всячески поддерживаем. Будь то, там, болельщик Локомотива, ЦСКА, Динамо, там, Спартака. Мы переживаем яростно за команду. И так же, как и в матче Барселоны с ПСЖ, надеемся на чудо. Правда, это чудо тяжело ожидать. Но все же, мне кажется, какие-то, там, 30% из 100% есть все-таки на то, что Ростов сможет показать свою игру. Мы это видели в матче, там, с Аяксом, с Баварией, в той же встрече с Манчестер Юнайтедом. Для Ростова главное на выезде – это забить. Если они забьют свой мяч, свой момент, то я думаю, что игра может просто кардинально измениться. Пользую Ростову, я надеюсь. Кирилл, такой вопрос. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, сколько еще продлится эта сказка, это чудо под названием «Ростов»? Ну, вот этот сезон он будет, дальше зависит от фигуры Бердыева, потому что на нем все держится, безусловно. А по поводу исхода матча – большие кадровые потери у Ростова. Основные игроки – Калачев, который сейчас в фантастической форме. Маурини говорит, ему наук сказал, что ты не будешь играть, может, лезть не лезть, но он отдает должное этому игроку. Так что по поводу, сколько будет это продолжаться, дай бог, чтобы подольше. Потому что таких самобытных команд у нас в России мало, да их практически нет. Наблюдать, вот Кость сказал, что играют матч как последний, это да, но на эмоциях ты в два сезона все-таки не выйдешь. Команда мастеровитая, обученная и качественная. Второй сезон, я говорю, два сезона, да. Если выходить как на последний матч, то невозможно таких результатов достигнуть. Потому что необходимо мастерство, да, конечно. Добавлю, что сегодня как раз дискутировали в «Динамоске» в интернете по поводу Ростова. То, что какая взаимозаменяемость. То есть выходит из строя игрок, либо дисклификация, либо травма. И на это место ставится, даже полузащитник Кудрюшов, да, стал на место граната. Граната получил травму на 17-й минуте, кажется, да. Гранат сломался сейчас. Да, то есть вышел на «Т» фамилию, не помню. Терентьев. Терентьев, да, вышел на край, да. Ну ничего, не развалилось, все играло, понимаешь. То есть Бердыф именно так может поставить. Действительно, может они на каких-то эмоциях так играют. Либо действительно что-то Бердыф как-то может настроить команду так, чтобы она играла, и никто не выпадал. Для меня, Сереж, было удивление, что вот выпадет Джанаев, да, который вот сейчас восстановился. У него недавний юбилей был, но тоже нашел Бердыф замену вратаря, который тоже достойно себе проявил. В последних встречах он пропустил только один мяч, и от Манчестер Юнайта все остальные встречи Ростов в чемпионате на ноль отыграл. И вот сейчас Кирилл сказал, что не будет Калачева, не будет еще и капитана Гацкана, который по карточкам будет пропускать эту встречу. Очень тяжело, но опять же надеемся на чудо. Смотрите, мне кажется, что сейчас, по крайней мере, это мое личное мнение, что и Краснодар, и Ростов показывают, может быть, самый вкусный футбол, как в России, так, ну, соответственно, выступают на европейском арене. Хочется смотреть и смотреть. Жалко, что заканчивается так мальчик, что 90 минут все длится, потому что хочется действительно смотреть эти команды. Я согласен с тобой. В общем, за Ростов команды немножечко добавлю. Команды Мурини мне никогда не нравились, тот футбол, который они показывают, и как они в Ростове сыграли. Как-то так это... Именно на 1-1, а не на победу. Так что за Ростов. Да, соглашусь. Жень, скажи, пожалуйста, если, ну, скажем так, в прошлом сезоне Кенфеев не выручил ЦСКА, когда на последних минутах, в общем-то, мы говорили бы о том, что Ростов действующий чемпион России, это надо признать. Все-таки, да, что Запал-то остался в команде, не провалился, потому что посмотреть на Лестер, посмотреть на Лестер, да, они сейчас, сколько там, одно очко, что ли, у них от зоны вылета. Ну, там такое похмелье, мне кажется, и физическое, и игровое. Они до сих пор, мне кажется, входят с такими головами. Нет, даже если, может быть, Ростов бы выиграл бы чемпионат, может быть, тоже такая же была, похмелье бы, и не факт, чтобы, допустим, Ростов играл так же, как играет сейчас, да, а сейчас есть куда стремиться, да, так точно. Соглашусь. Ну что ж, давайте подведем итог нашего разговора по Лиге Европы. Действительно, наши две команды неплохо смотрелись, да, и, на мой взгляд, неплохой результат Краснодару, как, в общем-то, и Ростову. Нужно просто забить и не пропустить. Давай еще тогда мы гиброкубковую тему заканчиваем. У нас ведь там с рейтингом УФА мы опередили Португалию. Португалию. И мы обеспечили себе, да. Но это не за это, а в следующий год. Ну, понятно, да. Ну, понятно, да. Главное, что да, обеспечили. Обеспечили себе три места в Лиге Чемпионов и три места в Лиге Европы. Поздравляю, и, как говорится, ждем результатов и дальше. Ну, что ж, давайте переходим мы к Чемпионату России. Уважаемые телезрители, подключайтесь, потому что нас ждет, наверное, не менее интересный разговор, который мы будем говорить уже о российском футболе. Итак, посмотрим результаты матчей 19-го тура. Арсенал-Урал 2-0 сыграли команды УФА, Крылья Советов. УФА под руководством Симака держит вторую победу подряд. ЦСКА без проблем разбирается с улцайдером из Томи, да. Рубин и Оренбург один из самых, наверное, скучных матчей. Поэтому и счет такой. Амкар-Зенит, наверное, неожиданный с тура. Именно эту номинацию можно присвоить этому матчу. Спартак-Анджи. Спартак выглядел, может быть, не так мощно, да, как от него ждали болельщики. Но три очка, как говорится, в копилку положил. Ростов-Терик. Конечно, Ростову было тяжело, наверное, после Манчестера. Но очко набрал, да, и, в принципе, всего лишь в трех баллах от четвертого места. Ну и Краснодар-Локомотив завершал этот матч 19-й тур. Играли наоборот, да, Локомотив-Краснодар. Но, тем не менее, счет от этого точно не изменился в пользу Краснодара. Давайте обсудим, Жень, матч ЦСКА Томи, может быть, не столь интересен, как футбол. Я знаю, ты ездил на этот матч. Да, не только я ездил, да? Ну и тебя взял с собой. Да, за что отдельное спасибо посмотрели этот матч. Всегда пожалуйста, да. Да. Томи совсем все, умерла. И за все. Ну, знаешь, когда пришли на пресс-конференцию, мы удалось посетить пресс-конференцию. И всем действительно было, скажем так, нисколько, вернее, и Том команду жалко было. Да, потому что там играют молодые игроки, которых набрал Петраков. В основном Петракову было всем жалко. И встретили Петракову аплодисментами. И также его проводили. Он стал рассказывать о проблемах, которые в Томи. Ну, от этого не применяется результат. Да, действительно, аутсайдер. Играть неким. Его сказали, говорит, а что вы молодежь не подведете из молодежи? А там, если вы узнаете, кто там играет. Ну, по крайней мере, Петраков на пресс-конференции сказал, что мы от матча к матче играем все лучше. Прибавляем. Минус 6, да. Проиграли первое 6. Теперь 4. Два должно быть. Так еще, да. Да, уже два. В принципе, ну, что-то говорить, что можно сказать об этом матче? ЦСКА абсолютно... Хитриков были. Хитриков не было, но... Дубль был. Дубль был. И даже не ожидали мы, что Ионов забил. Хотя он, мне кажется, выпадал из игры. Ну, в прошлом году тоже забил. Вот Ионов 2 и забил. Прекрасно разыгранный штрафной, кто увидел, посмотрите. Великолепный разыгранный штраф. Я не могу сказать, что Томи вообще такая была обреченная. То есть, ребята-то играли нормально. Играли? Нет. Они играли. Никто не исполнишься. 6-0 когда было. У них моменты были. Просто они не могли реализовать. У них, как тебе сказать, по составу ребята малоопытные. И мастерства не хватало. Не хватает. Они выходят вроде, подошли к ЦСКА, к воротам и все. Они не знают, что делать. А моменты были. После матча на воротах у Томи стоял, по-моему, то ли 19, то ли 18-летний парень. И Игорь Мефеев зашел в раздевалку и ему подарил свитер. И с наставлением о том, что все у тебя будет хорошо. Держись. Вратарю подарил. Да, вратарю подарил. Вратарю подарил. Да. Ну что ж. Если будет у кого желание обсудить этот матч, звоните. У вас у каждого есть такая возможность. Переходим к следующему матчу. Амкар-Зенит. Как я уже сказал, наверное, это самая номинация «Неожиданный результат» в 19-м туре. И вот теперь мы можем немножко затронуть тему судейства, учитывая, как мы начали разговор про Барселону. Скажите мне, убили Зенит в этом матче судьи? Я думаю, Зенит убил сам себя. Как можно пенять на судьи, если команда не забила ни одного мяча? И по ударам-то, извини, там не так уж и много ударов в створу было. Не, ну два забили, два отменили. Нет, смотри, так же Зенит играл с ЦСКА. С ЦСКА тоже ни одного момента не создал. По-моему, единственный момент там, да, задал на 80-й минуте. И так же здесь он ничего не создал. Опять, Жень, вернемся к словам Гамулы. Ты на него подписан, что? Где ты его читаешь? Гамула мой кумир, мой кумир. Я вам по каждому матче высказывал. Не, говори. То же самое, да, то же самое можно... Потому что сказал, что в Манчестере нужно к Зениту сказать. Потому что Зениту таким составом против Амкара вышел. Извините меня. Он должен обыгрывать и... Я с тобой не соглашусь. Какие там судьи? Я с тобой не соглашусь. Поправь петличку, она у тебя, да, немножко сбилась. Так звук будет лучше. А я пока для всех наших телезрителей, в том числе и для тех, кто присутствует здесь. Вот Сергей говорит, что Гамула якобы сказал о том, что Зенит должен был обыгрывать Амкар даже, не знаю, на асфальте. Потому что уровень Зенита, естественно, гораздо выше, чем уровень футболистов Амкара. Но, внимание, Амкар на своем поле в этом сезоне не пропустил еще ни одного мяча. Там холодно. Там холодно и поле плохое. Ворота сжимаются. Друзья мои, Амкар в этом сезоне не пропустил у себя дома ни одного мяча. Он установил абсолютный рекорд. Он равняется более тысячи минут. Самый ближайший конкурент, итальянский чемпионат, Удинезе, который не пропускал чуть больше трехсот минут у тебя. Олег, ну о чем можно говорить? О том, что в Перми всегда трудно играть. Это все команды знают. Мы говорим о том, что нету здесь какой-то законодательности. Нет такого преимущества с Зенитом над Амкаром, что они должны его обыгрывать на асфальте. Нет, я априори говорю, заранее должно быть. Зенит вышел таким составом, звездным составом. Какой у них звездный состав, где, кто у них звездный состав? Ну а кто, извините, играли все, кто должен. Все играли. Нет, вот я тебе скажу, что нет такого преимущества. В классе у Зенитом над Амкаром, чтобы обыгрывать. В классе может быть, по именам я говорю, по именам он превосходил, естественно. Играют имена. Хорошо. Константин. Много спорок по поводу судейства. Я, кстати, по поводу этого. Все-таки был пенальти, был мяч правильно забит. И Дзюбы, и соответственно... Я вот буквально по этой встрече слушал интервью в прямом эфире тоже по радио Хомича, вратаря Амкара. Он говорит, что пенят на судейство, но это удел, наверное, не сильных команд. Потому что если у тебя есть возможности, и мы прекрасно знаем, какие у Зенита есть возможности, то реализуйте свои моменты в забитые мячи. У Амкара был такой момент, они его забили. Хомич сказал, что ты там споришь, где-то ему вообще мяч там в нос попал. Как он там среагировал, это непонятно. Но факт тот, что сам вратарь в открытом интервью говорит о том, что, как бы, ребят, если вы серьезный коллектив, то, бога ради, попробуйте. Скажите мне, сейчас такой вопрос. Как вы себе можете представить, что судейский корпус такой заговор устроил против Зенита? Это вот Киевгеньевич, он у нас спец около футбола, давай. Вы себе вообще представляете? Бред, бред. Согласен, что это бред. На самом деле, да, согласен, что судьи работают на всех. Я могу сказать, что судьи вытаскивают и Спартак вытаскивают, судьи и работают, и Зенит. Спартак в этой сезоне еще ни одного пенальти не пробил. И достойно идет к своему чемпионству. Походу дела, это последний твой выезд был со мной. Олег, напомню тебе один матч. Да, пожалуйста. Ты мне, кстати, про него рассказывал. Это матч выхода в вторую лигу команды носороги. Да. Ты же мне рассказывал. И ты же сумил. Он был на этом матче, потому что он и так в красках все расписал. Но, вопреки всему, носороги вышли. Да. Ты знаешь, как там все происходило, но они же вышли. Они вышли абсолютно по спортивному принципу. Хотя судейский корпус тоже был против. Можно я скажу про этот матч? Зенит все-таки наш преследователь основной. Давайте просмотрим. Подожди. Стоп. Хомич был до этого тура. Хомич говорит, забивайте гол. Они забили гол. Зенит забил чистый гол. Если судей отменять чистый гол, то можно второй отменить. На мой взгляд, я сейчас включу адекватного болельщика. Против Зенит судили странно. Для меня странно, почему это было. Ты уверен 100% что гол был? Да был, конечно, гол. Я не уверен. Женя тоже не уверен. Странное судейство. Мяч ворота залетел, но нету находился вне игры. Нету был до этого вне игры и выбил мяч. А он находился в зоне мяча. Да. А это не пассивный офсайт, а активный офсайт. Судья должен был свистнуть. Я как судья международной категории могу это... Олег, вопросы снимай. Тогда эластичность мнений побеждает. Абсолютно адекватное судейство. Я больше того скажу. Мое личное мнение подтвердил, буквально несколько минут назад, глава судейского комитета, подтвердил Будагозский о том, что гол был незасчитан абсолютно правильно. Приятно. Ну что ж, давайте переходим к матчу, который чуть не сказал, Спартак летит на коне или на паровозе. Да, к своему ученику. Есть другие животные. Я, когда смотрел этот матч, у меня все не покидало мнение, что вот будет вторник, будет программа «Все грани мяча», мы будем обсуждать, какая же тема, да. И вот задам я этот вопрос или нет. Но все-таки, скорее всего, я задам этот вопрос. Нет. 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 Я сразу отвечаю на этот вопрос. Хорошо. Чемпионатом Спартак, Кирилл. Друзья мои, в этом году, в этом году, как бы вы этого хотели или нет, Спартак будет чемпионом. Хорошо, Олег, мы тебя поняли. Но если ты говоришь о статистике, и мы вспоминаем статистику, то по итогам 19-го тура, чтобы была разница в 8 очков, такого не отыгрывалось. В России еще не было ни разу. Было дело, когда ЦСКА по потерянным очкам локомотив опережали. Это был 2005-й год. Но сейчас другая история. Тут нету потерянных матчей или недоигранных. Стоп, подожди, Спартаку еще играть, как минимум с нами. Спартаку, вот же. Зенит, Локомотив, ЦСКА, Амгар на выезде, который не пропускает. И Ростов. Ростов, Терек на выезде. Тоже не подарок. Ребята, 6 матчей из 10. Но у конкурентов то же самое. Нет, не то же самое. Нет, Олег, далеко не то же самое. У Зенита играть еще с Краснодаром, с Тереком. ЦСКА я не смотрел. Календарь скажу, да. А у Зенита календарь гораздо более простой, чем Спартака. Гораздо. Плюс очень и большие соперники. Вот они съездили в Пермь и приехали. Евгений, твои. Где ваши доказательства? Ваще доказательства. Я вижу, как играет Спартак в первом матче, как он играл в Краснодаре. Краснодар более раздражитель, чем Анжи. Согласен. Но Анжи, скажем, не лидер в чемпионате, как Краснодар. Абсолютно. Но Спартак выглядел менее убедителен, чем в матче с Краснодаром. Я просто хочу узнать мнение людей, которые не разбираются в футболе, почему они считают, что именно так это будет. Потому что с каждым туром Спартак все будет хуже, хуже и хуже. По поводу календаря. Ближайшие три встречи я специально открыл. У Спартака выезд, ну как выезд, игра дерби с локомотивом. Ну, как бы в Черкизе. В Москве. Да, в Москве. Потом будет Спартак принимать у себя дома Оренбург. Команда, которой не хватает звезд с неба. И следующий будет выезд к Симаку в Уфу. Мне кажется, что здесь... А, Уфу забыли еще. Который на четвертом месте, если что. Ну, там Арсенал. Ну, Уфа свои очки, я думаю, 100% потеряет. И, скорее всего, Уфа потеряет свои очки как раз таки с московским Спартаком. Друзья мои, там и Тойн, и Арсенал, там и Оренбург. Нет, там не подарок. А у ЦСКА терек, крылья Советов. И у ЦСКА еще будет с Краснодаром игра. Поэтому здесь, мне кажется... А с локомотивом, а со Спартаком. В том числе. А с Ростовом. Поэтому, мне кажется, что здесь как раз такие 50 на 50. А у команды из верхней части таблицы... 50 на 50, если бы у Спартака, у ЦСКА, у Зенита, было бы одинаковое количество очков. А 8 очков? Ну, давайте о матче Анжипу говорим. О матче Анжипу говорим. Теперь ты, как человек, который разбирается в футболе, который знает его не только снаружи, но и изнутри, потому что рядом с тобой футбольный мяч. Вкрою его. Почему Спартак в этом году будет чемпионом? Ты кого-то на Эрис Проденце учился, Олег Александрович. Такие вопросы софистские задаешь. Глаза смотри. Спартак чемпион. Игра покажет. Вот так я тебе отвечу. Мяч круглый зеленый пуль. Прошу снять вопрос, как тенденциозный. Ну что ж, хорошо, уважаемые господа присяжные. Избиваете ли вы еще своего отца? Да, отвечу или нет, ответишь. По матче можно сказать? Да, конечно. Ну если это кому-то интересно. Во-первых, 36 тысяч зрителей на поле. На Анжи. Да, пришли. Понятно, что тут сыграл свою роль то, что первый такой значительный был в чемпионате. Собрались, поддержали. Велика заслуга, на мой взгляд, как раз фанатов. То, что во втором тайме Спартак прибавил очень ощутимо. Очень живо вышел Ананидзе, который придал игре стройности, гибкости. Действовал очень легко на поле и раскованный. Возможно, это даже как-то партнерам передалось. Ну и Самедов. Гол после возвращения. С 12 лет. Гол головой. Сейчас Самедов головой забивает. Не часто. Я думаю, да. Крайний полузащитник. Как он оказался там, ты скажи? Из центра взял, прибежал. Я как-то я так видел, крайний глаз думал, кто же такой маленький у нас в центре-то прискакал седой. Кирилл, ну не это ли будет, возможно, такой решающий ГОВ в чемпионате? Совсем седой. Я напоминаю всем, не только болельщикам Спартака, но и всем остальным телезрителям. 541-25-40 и 541-25-25. Телефоны прямого эфира. Звоните. У нас еще есть возможность немножко высказать свое мнение по поводу того, будет ли чемпионом Спартак. Сергей. Я за. За что? Не, ну по игре, конечно. Мне вот сейчас нравится. По игре, по результату, по наборным очкам. Я думаю, мне нравится тренер Спартака, во-первых, карьера. Я, ты знаешь, люблю итальянцев. Люблю итальянский футбол, итальянскую кухню. Итальянский жиренок, ладно. Я думаю, что при тех проблемах, действительно, Зенита и нестабильной, можно сказать, игры ЦСКА, потому что с Тойми это не показатель. Женя может согласиться со мной, не согласится. Выступит потом. Я думаю, что у Спартака шансы есть. Шансы есть. И, как я на прошлой передаче сказал, что помешать Спартаку стать чемпионом может только сам Спартак. Вот тут я абсолютно согласен. Хорошо. Теперь давай немножко по игре. Спартак почему в первом тайме действовал не так агрессивно, как, может быть, во втором, начиная с 45-й, по, может быть, 70-ю минуту, да? Когда Спартак вообще практически не выходил с половины поля Анжи. Да, было сквирно. У меня почему-то ощущение складывалось, что это из-за Камбарова. Как-то очень действовали левым флангом. Он постоянно на правом фланге скучал с Амедов. Такое впечатление, что его просто не видели. Человека как будто не было на поле. Он стоял, а вокруг него было 30 метров свободного пространства в обе стороны. «Ни куда хочу». На левом фланге скапливалось по 5-6 человек. Создавали там тесноту какую-то непонятную. Анжи было достаточно просто против Спартака обороняться. И Анжи провел достаточно качественный матч. Качественную игру показал, особенно в первом тайме. Они защищались мобильно и атаки проводили очень грамотно. Не хватало Глушакова в центре поля, который бы их был таким волнорезом, который бы они разбивались. Поэтому легко проходила середина. Очень плохой матч провел наш темнокожий легионер Фернандес. Огромное количество неточных передач. Хотя он славится как распасовщик, как плеймейкер. Огромное количество. То есть ни в атаку не сыграл, ни в отборе не помог. Это было очень слабое звено в игре. За счет этого было сложно Спартаку. Во-первых, прибавил Спартак. Во-вторых, подсдулась Анжи. Потому что физически они набегались, дай бог. Хотя поле, кстати, отличное на стадионе. Надо признать, после регионального стадиона показывали. У нас на арене очень хорошее. И забили этот важный гол. Но еще, я думаю, все знали, что матч важный, отрываешь уже 8 очков. Это вообще много. Это много. Это реально много. Соглашусь. Карри рассказал, что немножко повлияло это на игроков. Что они знали, что «Зенит» оступился. И было какое-то состояние неочек. Давайте, вот смотрите, мы говорим о том, что у Спартака еще будут встречи и с «Зенитом», и с «ЦСКА», и с «Ростовом». Ну, а пока они не успели сыграть этот матч, у нас есть телефонный звонок. Мы уже можем поговорить, пообщаться. Добрый вечер. Добрый вечер, говорите. Алло. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Да, я в прямой эфир хотел дозвониться. Вы уже дозвонились. Ой, меня зовут Рафик. Я очень долго до вас звонился, но очень рад, что дозвонился. Ребята, привет. Привет. Привет-привет. Я вот Кирилла хотел узнать, как бы он охарактеризовал первый тайм прошедшего матча и предыдущего, когда Спартак ничего не мог сделать. Спасибо. Спасибо большое. Ну, мы, в принципе, немножко... Я думаю, просто человек смотрит по интернету, и там задержечка идет. Да-да-да, мы немножко уже обсудили. Ну, Рафик, в первом тайме Анжи действовал очень хорошо, на мой взгляд, и доставил Спартаку массу проблем. Во втором просто команда поднакушилась так нормально и было тяжело. В предыдущем матче, да. Я так понимаю, про Анжи человек спрашивает. В Анжи, да. Два матча, первые таймы проиграли. Есть фотографии даже с Каряным Картчаном. Он же в Анжи играет. Нет, я понял так, что первые таймы и в предыдущем матче, и в этом Спартак... В предыдущем нормально Спартак играл. Абсолютно нормально. В Краснодаре два равных тайма. Неттож, давайте переходим к другим матчам. Времени так много, а еще хочется поговорить о матче Краснодар-Локомотив, потому что... Локомотив-Краснодар. Локомотив-Краснодар совершенно... Ну, потому что я не был еще на поле на стадионе Краснодара, и поэтому я был уверен, что любой болельщик хотел бы на этом стадионе побывать, говорят, что это что-то немыслимо. Даже специалисты и то говорят, что они такого не встречали. Итак, Локомотив-Краснодар. Локомотив в первом тайме очень великолепно смотрелся. Вели игру, пожалуйста, все было, забили, да? Вот, казалось бы, ну, разбирай, как говорится, Краснодар по винтикам, а второй тайм раз и совсем другая история. Ну, вот в том-то и интерес, Олег, то, что футбол состоит из двух таймов, и игрокам свойственно уставать по истечению первого отрезка. Краснодар должен был устать, он из сельты прилетел. Ну, если честно, у Краснодара есть возможности и ресурсы, чтобы освежить заменами достойно. У нас, во-первых, я назову цифру 500 тысяч евро. Это сумма за то, чтобы формат Арида вышел против Краснодара. Но, к сожалению, наше вышестоящее руководство посчитало мне нужным. А ты считаешь, что это было бы оправданным? Я считаю, что это было бы оправданным. Почему? 500 тысяч евро за один матч? Нет, не 500 тысяч. 500 тысяч евро за 500 евро. Олег, ну, 100% этого форварда не хватало в игре. Почему? Потому что даже при счете 2-1 у нас центральным нападающим пошел защитник. За 500 тысяч евро, мне кажется, Краснодар согласился бы, чтобы локомотив в 14 человек играл бы. Вы Ласькова подписали. Говоришь, что себя освежить некем. Да, да. Когда он будет, в конце концов. Олег, к сожалению, эта встреча была, мне кажется, по делу Краснодара. Победил в этой встрече. Почему? Потому что использовал, опять же, свои моменты. Я пересмотрел позиционные ошибки наших защитников. И вот единственный брешь в обороне, это вот Пейчинович, защитник, который, мне кажется, выпадает из общего представления локомотива. Потому что... Азовей. Фамилия такая. Азовей. Азовей. Фамилия нет такой, азовей. Гильерме. На последней минуте. Да, Гильерме здорово. Здорово вышел. Да, когда разыграли. Ну, первый голд ответный локомотива, он был такой, что-то там, недоразумение. С рикошетами случилось такое. Ну, Игнатьев... Обидный для Краснодара голд вышел. Ой, для локомотива. Нет, для локомотива не обидный. Обидный для Краснодара. Ну, как, ну, такой, и удар, не удар, и пас, не пас. И тут Мамайев высказил, что он пропускал. Да, нет. Он забивал. А второй, честно, тоже непонятно. Бреж в обороне, и Вандерсену дали возможность просто-напросто развернуться. И вот открытый угол, и профессионалы такие моменты щелкают на раз-два. Я даже на раз-два лично такие моменты. У нас, у нас вот Игнатьев забил, он как бы там было, как-то... Миранчук. Миранчук вот немножко подздал, вот после встречи с крылышками. Он первые две встречи провел в Кубке и в Самаре здорово. Но что, конечно же, отличает более опытных футболистов от молодых тем, что они не могут из матча в матча показывать свой уровень. Ну, Миранчук, я не скажу, что ему 19 лет, там 20. Все-таки ему... Ну, за 20... Далеко за 20, может быть, 23, там, я не знаю. Нет, 21. Слушай, у вас смолы вскопорные молодые. Да. У нас тренера до сих пор... Олег, что самое интересное здесь, то, что даже несмотря на поражение от Краснодара, четвертое место от нашего десятого места, то, что сейчас занимает Локомотив, разница всего 6 очков. Поэтому, если наверху турнирной таблицы уже как бы более-менее все понятно, кто там будет бороться за чемпионскую гонку, то у Локомотива и у остальных команд при всем уважении есть шансы за Еврокубки зацепиться. У Локомотива шанс зацепиться, это пройти через Кубок. Через Кубок, да. Кубок позволяет пройти напрямую в Лигу Европы. Конечно. Конечно. Давайте немножко поговорим о Динамо. Почему? Потому что в следующем сезоне Динамо будет играть в Премьер-лиге. Да. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Мы тоже отрыв увеличили. 15 очков, да. Отрыв достаточно приличный. Вот третьего места, да. Потому что первый и второй выходит. Скажи, Сереж, мы с тобой в таких кулуарных беседах говорим о том, что Динамо сейчас не обладает тем составом, который может себя проявить, скажем так, в РФПЛ. Согласен с тобой. Будут, как на твой взгляд, предприняты попытки Динамо вернуть на лидирующие позиции первые пятерки? Ну, если руководство хочет, чтобы Динамо вернулось на лидирующие, то, конечно, летом надо делать большие крупные покупки. А если не хочет, то барахтаться в середине таблиц, то с этим составом можно добавить одного-двух игроков. Ну, бороться даже за Еврокубки с таким составом, я думаю, потому что я посмотрел последнюю игру с Лучом. Я понимаю, что, да, Луч у него проблемы там, он перенесли игру в Москву из-за финансовых проблем Луча. Играли, ну, ребята бились хорошо, и счет до 90 минуты был 1-0. Неизвестно, как бы все закончится. Скажите, что со стадионом? Я слышал буквально несколько дней назад о том, что стадион не откроют к столетию Яшина. Нет, стадион откроют к столетию Яшина, проведут показательный матч. Нет, ну, какую-то команду, если согласятся, кто-то приедет, пригласят. У Спартак на лечке копейки. Будет открытие, будет показан фильм про Яшина, там, в общем, будет большое такое, запланированное большое мероприятие. Но, как регулярно, Динамо начнет играть, конечно, весной только, весной 2018 года. Понятно. Друзья мои, не так много времени остается, давайте посмотрим турнирную таблицу. В принципе, весь наш разговор, последние 30 минут был посвящен чемпионату. И тому, как располагаются команды. Итак, Спартак, уверенно, после 19 игр набрал 44 очка. Ближайшие конкуренты. ЦСКА и Зенит по 36, Краснодар 32. Посмотрите, какая прекрасная плотность в первой восьмерке. Тот же Ростов, занимая восьмое место, остается всего лишь на 3 очка от Краснодара, который занимает четвертое место. Тут, как говорится, командам еще огромное поле для творчества. Ну и Рубин Локомотив, на мой взгляд, команды чемпионы, скажем так, России, но вот они пока буксуют. Буксуют в этом чемпионате. Ну и все остальные, да, мы не раз уже говорили, что это, скорее всего, команды, которые не будут претендовать ни на что уже. Томь-то ни на какой рекорд не идет? Помню, Тюмень была такая команда. Тюмень, да. Соглашусь. Ну что ж, уже совсем скоро, в ближайшие выходные, состоятся матчи 20-го тура. Ну и давайте узнаем соперников команд Премьеры Лиги и что нам ждать от тура 20-го. Итак, Анжи Оренбург, Томь-Амкар, Урал-Рубин, ну и, на мой взгляд, центральный матч тура Локомотив-Спартак, Крылья Советов-Ростов, Терек-ЦСКА, тоже будет увлекательный матч. Краснодар-Уфа и Зенит-Арсенал, скорее всего, Зенит свою злость. На команде Крылья Советов-Ростов должна вернуть своим болельщикам. Олег, можно на открытии арены, в выходные состоится матч Спартак-2 и Динамо-Москва. Думаем посетить. Всех приглашаем. Ну что ж, друзья мои, в следующий вторник обсуждаем матчи Лиги Европы, Лиги Чемпионов, ну и, естественно, 20-й тур. Спасибо, что все это время были вместе с нами и болеем за своих. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok